Добрый день, я Алена Огнева в эфире третьего канала программы Треугольник. Я Наталья Пешкова, а в гостях у нас сегодня ректор МГИМО, профессор, академик Российской Академии Наук Анатолий Таркунов. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Добрый день. Здравствуйте. Поздравляем вас с днём студента. Сегодня Татьянин день. Спасибо. Это действительно замечательный день, который студенты в России празднуют с особым удовольствием. Вы знаете, с 18 века день этот появился в 1555 году указом императорице Елизаветы Петровны. Чувствуете, профессор? Да, мы даже вопрос не задали. А у вас уже готовы лекции. Я хочу напомнить телезрителям, что это не просто день, появившийся неоткуда, а день, который уже столетиями празднуют российские студенты. Ну, какое-то время он был подзабыт после революции 17-го года. То есть вы когда учились, вы не отмечали Татьянин день? Отмечали. Мы уже отмечали. Ну, как выпивали главным образом, собирались. Главным образом выпивали, да? Устраивали студенческие вечера, на которых, конечно же, выпивали и танцевали. Выпивали ты, наверное, просто каждую пятницу? Ну, я бы не сказал, что каждую пятницу, но через пятницу точно. Но я вам должен сказать, что интересно, в эволюционное время, в Татьянин день полиции давалось указание не задерживать подпивших студентов, поскольку это день студенчества, и разрешалось их просто утихомирить, но ни в коем случае в участок не отводить. А сейчас такого разрешения нет? Сейчас такого разрешения, я, во всяком случае, инструкций таких не слышал из МВД, но, думаю, студенчество, утомленные сессии, может быть, и не будет, уж очень разгольно гулять 25-го, сегодня, 25-го числа, но думаю, что, тем не менее, отметит и Татьянин день окончания сессии. А мне, знаете, что я хотела вот заметить? Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, важно ваше мнение здесь. Мне кажется, что сегодняшние студенты, у них концепция вот как раз питья, она несколько изменилась. Студенты не выпиваются. Я не знаю, может быть, я с такими студентами общаюсь, но мне кажется, студенты сейчас практически не выпивают. Ну, я бы так и сказал, конечно, нет, я бы так не сказал. Ну, то есть трезвый образ жизни ведут, не то, что они там выпивку чем-то другим заменяют, а трезвый образ жизни. Сейчас концепция вот такая. Я должен вам сказать, что я часто прохожу свой кабинет через, у нас такое здание, которое можно насквозь пройти, и я зачастую останавливаюсь у спортивного комплекса, иду насквозь всего здания, чтобы посмотреть, как живет наше студенчество. И действительно, спортивные залы все заполнены, и бассейн заполнены до краев. Там девушки, наверное, они. Нет, много ребят, и должен сказать, что это тенденция вот самых последних лет. Вот я безумно этому радуюсь, потому что это возвращение интереса к спорту, появлению многих новых спортивных команд, даже по каким-то экзотическим там видам, спорт типа гольфа, хотя гольфовых полей-то у нас нет, но там они где-то соорудили небольшое нас на стадионе гольфовое поле, играют там даже в гольф. Потрясающе. Теннис играют и зимой, и в закрытом, а летом на всех кортах, которые есть, полно студентов, очереди стоят друг за другом. Так что это очень здорово. Но, с другой стороны, даже будучи достаточно строгим ректором, я думаю, что 25-го числа, поскольку сессия уже закончится, немножечко можно и выпить, если захочется, конечно. Если, конечно же, захочется. Вспомните 60-е? Как вы развлекались тогда? Как проводили время? Как вы носили одежду? Я должен сказать, что, несмотря на иногда сцены, которые рисует и наш кинематограф, и некоторые в своих рассказах, о морщноватых таких 60-х, начале 70-х годов, мы, как студенты, жили совсем неплохо. У нас были прекрасные, веселые вечера, в том числе устраиваемые внутри института, и не только во вне. Тогда не было клубов никаких, поэтому если собирались, то собирались у кого-то на квартире, либо собирались в собственном институте. Дискотеки были, не? И администрация была удивительно либеральной в этом смысле. Были дискотеки, были прекрасные музыкальные группы, и даже названия у них были замечательные, типа Каманчи, например, группа, где играли ребята, многие из которых стали сегодня довольно известными людьми. А вы в какой-нибудь такой группе участвовали? Нет, я в группе не участвовал, но я был участником всех капустников университетов. Да, вы же как-то даже в театрали хотели поступать. Да, дважды в год мы проводили курсовые капустники, которые вызывали такой большой интерес, что играть их приходилось в самом большом зале нашего здания, которое располагалось на Метростроевской улице, ныне, Остоженке. А что там было, сценки какие-то из жизни? Там были сценки студенческой жизни, которые мы сочиняли сами. Они были частично в стихах, частично прозаические, но всегда были на злобу дня, весьма забавные. Иногда мы потом получали, ну не то, что выговоры, но, так сказать, велись разговоры с вами в партийном комитете, относительно то, что, может быть, здесь вы немножко переборщили. Но, так сказать, велись такие достаточно отеческие разговоры, и никаких наказаний никогда не следовало. Но допускали мы действительно довольно много. Что вы критиковали советскую власть? Критиковали и институтскую жизнь, ну и, так сказать, иногда и фига в кармане была, как принято выражаться, когда те или иные сюжеты обсуждали. Надо сказать, что некоторые из этих капустников сохранились даже в текстах, а мы их время от времени с удовольствием перечитываем, те, кто принимал в них участие. Но мы и после окончания института не отказались от капустников. И наш курс, который собирается, это выпуск 2022 года, который собирается по юбилейным датам, то есть каждые пять лет, а иногда и значительно чаще, к каждой юбилейной дате готовят очень большой, стихотворный теперь капустник, который мы с огромным наслаждением играем. Один из них даже был показан по каналу ТВЦ, была такая программа неплохая, альма-матер, о воспоминаниях бывших студентов, о своем курсе, о сокурсниках. И вот один из участников капустников, Йорка Баладзе, дал этот капустник, запись его в эту программу, и там был большой кусок довольно забавного, смешного капустника. Анатолий Васильевич, а вы не можете припомнить вот с тех ваших студенческих капустников какую-нибудь шуточку коротенькую? Было бы просто очень интересно. Я боюсь, что эти шуточки уже не очень будут злободнявы сегодня. Тогда, конечно, особым сюжетом, который нас безумно развлекал, был всегда предметом, что так была военная кафедра. И те полковники строевые, не офицеры-переводчики, которые великолепные были военные переводчики, и научили нас очень многому в иностранном языке. А строевые были мощные. Ну, молодые переводчики военные, поработавшие на переводе в международных организациях где-то, они, конечно, были, ну, как мы, молодые студенты, там, старшее поколение офицеров, замечательных, чудесных людей, но со своими оборотами речи, со своими повадками. И вот мы всегда изображали их, и это было довольно смешно. Но они не обижались. А ваше что-нибудь придумывает подобное? Что вы их потом отсидываете? Ну, у нас придумывают, и ректоры изображаются зачастую. У нас же есть немало команд КВН, есть конкурс команд КВН. Ну, наша самая знаменитая команда КВН, вы знаете, вышла в финал, правда, стала четвертой. Ну, она совсем молодая. Почетная четвертая миссия. Она совсем молодая. Там, действительно, студенты, или только что окончившие институт, ребята молодые, под 22 года, и они недавно играют. А вообще на конкурсе КВН много приходится услышать из себя, видишь часто на сцене. Кто-то хорошо изображается, в смысле, что похоже, кто-то не очень, но все забавно. А вы как ректор поддерживаете вот таких вот активных в творческой жизни ребят? Я считаю, что без этого вообще невозможно. Вот все люди, которые добились чего-то в жизни из моего поколения студенческого, это люди, которые были активны в творчестве. Творчество разное может быть. Антон Васильевич, но они ведь творческие, это активисты, они же частенько лекции там пропускают, практические занятия. Это правда, да. Ну, вы знаете, в конце концов, человек, если он получает приличные базовые знания, он наверстать многое может. Потом пристраиваем модулями уже знания к той базе, которую он получил в университете. Особенностью нашего университета была, что там не очень можно было прогуливать. Дело в том, что мы изучали все языки, в том числе восточные. Я, например, изучал корейский язык и английский, потом и французский. И, понимаете, если вы пропускаете 2-3 занятия по корейскому языку, и группа ушла вперед, никто с вами не будет возиться. Значит, вы оказываетесь в совершенно дурацком положении, и в конечном итоге к сессии вас просто из института вышвырнут. Вы не сможете сдать этот самый корейский, китайский, албанский или какой-нибудь арабский, японский язык. Кто-то рассказал, что первыми именно ставили все время занятия языком, и несчастные студенты вынуждены приходить рано. Я должен, вот вспоминаю, должен сказать, что действительно так вроде и было. Это коварно. Не обязательно, не только первыми. Это уже, так сказать, попытка толковать реформу последнего времени. Когда мы учились, такого не было. Да и сейчас, поскольку расписание довольно сложное, составлять групп слишком много языковых, поэтому по-разному бывает. Бывает и первыми, бывает и четвертыми парами язык. Конечно, хочется поставить занятия по языку в утреннее время, поскольку голова свежая, и готовые ребята сотрудничать с преподавателем, что очень важно, это же интерактивные занятия. Это лекция, традиционная гумбольская лекция, стоит профессор с трибуны, читает, потом отвечает на вопросы в конце, и все время остается. А занятие языком все время же преподаватель находится в интерактиве со студентами. Это такой сократовский метод преподавания. Нам с Наташей этот метод понятен. Ну, тем более, вы же знаете прекрасно, поэтому там особенно не прогуляешь. А вы списывали что-нибудь когда-нибудь? Конечно, списывали, да. У меня была одногруппница, прекрасная, занимавшаяся, изучавшая тоже корейский язык, замечательная девушка, Люда Волкова, которая потом оказалась на долгие годы в Корее, поскольку вышла замуж за профессионального дипломата карьерного, который сейчас служит в Северной Корее послом. Вы как-то с тоской сейчас про эту девушку рассказываете? Я не с тоской, с удовольствием вспоминаю, очень была жизнерадостная, хорошая, очень трудно выдерживала. Вы влюблены в нее, я вот к чему. Она мне нравилась, но влюблен не был. Ну, нравилась. У нас были другие девушки на курсах, в которых я был влюблен. Потом расскажете. Да, и она к каждому занятию, конечно, готовила потрясающие домашние задания, и на контрольных работах зачастую давала возможность кое-что списать. Ну, студенты всегда списывают друг у друга. Ну, конечно. Помогают друг другу, я бы так сказал. Ну, а романы-то, романы были? Ну, все поженились и переженились на курсе. Некоторые даже по нескольку раз. Так что... Ну, дело в том, что у нас очень мало было девушек. Это сейчас девушки составляет больше половины студентов. В любом университете. Вы знаете, что в Бауманском, где раньше было 10% девушек, сейчас половина девушек. Мамы потому что говорят, хочешь выйти замуж, идти в Бауманское. Теперь уже ситуация даже там изменилась. Даже на традиционных таких мужских факультетах, МГУ, как КИСФАК, МИХМАТ, или у нас. У нас было 15% девушек раньше, а сейчас их больше половины. То есть, а что, мужчины немножечко поглупели или женщины умнеют? Ну, я вот могу сказать по статистике, например, этого года, что заявление от девушек было почти на 60% больше, чем от мужчин. А от среднепроходной? Или вы уже такую статистику не везете? Нет, среднепроходной ведь одинаковый для девушек. Я имею в виду, по ЕГЭ у них сколько было? То есть, больше, чем у мальчиков? У девушек выше, да. Вообще, у нас высокий очень, 93 ЕГЭ. Это вообще какой-то, я считаю, запредельный. Хотелось бы меньше? Нет, не хотелось бы, но просто это вызывает некоторые вопросы относительно объективности ЕГЭ. По-моему, 93 это высоковато. Но это другой вопрос. Другой вопрос. Но у девушек ЕГЭ выше, это я могу сказать вам совершенно определенно. Ну а что вы думаете по поводу ЕГЭ? Потому что, например, Владимир Жириновский в своей предвыборной кампании, там буквально вторым пунктом уже, хочет отменить ЕГЭ. Вообще, не только Жириновский, то же самое хочет сделать Миронов и Зюганов. Вы никому не успокоились. Они уже все заявили об этом. Я, во всяком случае, видел сам по телевидению последние дни. Согласны? В ЕГЭ есть и плюсы, и минусы. Я считаю, что ЕГЭ надо сохранять, но наряду с ЕГЭ надо дать ВУЗам возможность проводить хотя бы один профильный экзамен. Для того, чтобы все-таки проверить знания студентов по профильному предмету, который станет для них основным раз. А во-вторых, проверять объективность ЕГЭ таким образом. Но сделать, конечно, этот экзамен максимально прозрачным, публичным, давать возможность верифицировать результаты этого экзамена, как детям, так и их родителям, чтобы не было никаких вопросов по этому экзамену. Но я за то, чтобы все-таки двойная была проверка при поступлении в ВУЗ. ЕГЭ – основное, но дополнительный экзамен. Отвлекаясь буквально на секунду от ЕГЭ, хочу все-таки вас попросить. Я знаю, что, как правило, это очень сильно раздражает тех, кто говорит на каком-то специфическом языке. Но, может быть, вы скажете нам что-нибудь по-корейски, например, программа «Треугольник» – отличная программа на третьем канале. Вы это и на русском можете сказать тоже. В юности я часто произносил фразу, я сейчас скажу, а потом я перейду. «Найга танцы на камса хамнида». Девушку он говорил, я тебя люблю. Звучит как-то, да. Ну, такой язык. Ну, наверное, можно это и помягче сказать. Надо сказать, что мы-то учили северокорейский диалект, а там такой язык. На юге там помягче говорят. «Найга танцы на камса хамнида». Песня уже просто. Да, так действительно. Как будто бы что-то изменилось. Да, да. В вашем предложении и в вашем взгляде. Антон Васильевич, понятно, конечно, что выпускники МГИМО – люди достаточно амбициозные. Вот вы о чем мечтали в то время, когда были еще студентом? Тогда уже роль ректора на себя примеряли? Нет, абсолютно. Ну, я думаю, что большинство из тех, кто поступал на наш факультет, тогда существовало, когда я поступал, было всего два факультета – экономические и международных отношений. А уже при мне в 69-м году важнее – юридические и журналистики. Я в 67-м году поступил в институт. Так что мы в этом году отмечаем 40-летие выпуска нашего курса. Встречаться будете? Обязательно. И капустник будем сочинять, а потом играть. Но, конечно, мы все мечтали о дипломатической карьере. Потому что институт считался вузом, где готовят будущих дипломатов. И, естественно, я тоже... Министром иностранных дел хотелось бы сказать. Ну, министром, может, так не замахивался. Но, во всяком случае, быть дипломатом. И я же был на дипслужбе не раз. И в Северной Корее работал, то есть своим языком работал. Ну, так же и сложилось, что я, в конце концов, возвращался в вуз после дипломатической службы. И занимался и научной работой. Но затем уже сосредоточился на этом. И избрался в Академию наук. Учил все регалии образовательные, научные. Что, на мой взгляд, тоже неплохо. Хотя, должен сказать, что я имею и ранг посла. Поэтому, в моем случае, реализовались задумки дипломатические тоже. Поздравляю вас с днем рождения, когда министр иностранных дел, господин Лавров, очень тепло о вас говорил. Говорил, что подружился с вами во время строяотрядовских ваших поездок. Да? Ну, мы на одном курсе учились. Поэтому мы не только строяотряды вместе были. Мы просто на одном курсе учились. Я в восьмой группе, а он в одиннадцатой. То есть у вас близкие дружеские отношения? Да. И до сих пор сохранились? А кто-то еще из ваших однокурсников сейчас на слуху? Ну, вот я вспоминал Кабаладзе, которая все время на телевидении и радио, но чаще на радио появляется у нас. На курсе порядка двадцати выпускников из ста двадцати. Это послы в разных странах мира или здесь, в Москве сегодня работают. Но вот с знаменитыми актерами, режиссерами никто не стал, к сожалению. Хотя, как вы знаете, среди больших кореистов и моих коллег по дипломатическому цеху Александр Скляр, который учил корейский язык и работал в посольстве в Пхеньяне, а стал знаменитым певцом, рок-музыкантом. Так что по-разному складывается. Вот Галина Кисаренко, помните, вот такая была известная певица, очень известная, народная артистка, она тоже окончила в свое время ему. Так что судьбы по-разному складываются. А я правильно поняла, что вы тоже, будучи еще выпускником, извините, студентом женились на своей сокурснице? Я через два года после окончания студента. И не на сокурснице, я женился на девушке, которая училась в Гнесинском институте по классу фортепиано. И до сих пор прекрасно играет на фортепиано. Творческую личность. А как же вы чуть в театральный не попали? Но все-таки не попали. Ну я не поступал. Я просто играл в два матушки. А так вообще амплуа какое у вас было? Да что поручали. Ну, например. Ну, мы играли в Адовиле Чехова, я Шипучин играл в Адовиле Чехова. Играли в каких-то пьесах о революционном студенчестве, о революционно настроенных студентах. Я играл такого студента. А в институте мы уже, у нас был театр, но в театре как-то мне не довелось активно участвовать. Хотя сейчас, кстати говоря, очень хороший театр, он даже путешествует по городам. Гастролирует. Гастролирует, да. Студенческий. Замечательный театр. А мы, значит, всю свою энергию театральную выразили в студенческих капустниках. Поскольку мы их довольно часто играли, и мы участвовали в агитах так называемых бригадах, которые тогда разъезжали тоже по городам и весям. Когда вы все снимали? Потому что когда мы были в стройотрядах с Лавровым и с другими однокурсниками. Строитролировали. Ездили, да, по округам, с концертами. Мы читали лонжемо, мы играли пьесы, сценки из Маяковского, из Бани. Ну, всякие такие забавные. Анатолий Васильевич, прервемся ненадолго и продолжим после рекламы на третьем канале. Это программа «Треугольник». У нас в гостях сегодня ректор МГИМО, академик Российской академии наук Анатолий Таркунов. Анатолий Васильевич, расскажите нам, как сегодня в МГИМО отмечают День студента, Татьянин День. Потому что я знаю, что в МГУ, например, ректор разливает медовуху. В Штатах там всеобщее плавание в бассейнах устраивают. А у вас как? Ну, студенческий союз организует вечер традиционный. Ну, я бы сказал, это больше вечер отдыха. Потому что все-таки сессии очень напряженные и тяжелые. И ребятам перед разъездом на каникулы, а половина из них, это не москвичи, так что они поедут домой к себе. Мне хочется просто повидаться, отдохнуть, попеть, потанцевать. Это вечер, в котором я не принимаю участие. Хотя я очень часто бываю на студенческих вечерах и студенческих концертах. Но вот этот вечер, это такая расслабуха студенческая, поэтому я туда не хожу. Не лезет. Потом скажите, когда у них первый экзамен уже? Экзамены вовсе сейчас идут. Уже идут. Ну, как же, уже 25-го, сегодня завершается последний экзамен. У всех сегодня последний экзамен. С завтрашнего дня начинаются каникулы, которые продлятся до 6-го числа. 7-го, все на работу. Расскажите, вы доступный ректор, по хорошему смыслу слову? К вам можно зайти, вот просто так студент идет мимо по коридору, или нужно записываться, предварительно звонить? Да, предварительно звонить тоже не надо, и подойти ко мне можно, поскольку я живой человек, и я хожу часто по зданию, в том числе для того, чтобы посмотреть, как идут занятия, как хозяйственные службы работают. Но, может быть, зачастую ко мне не так просто попасть, просто из-за того, что я очень занят. Вас не поверны? Меня либо нет, либо я очень занят. Либо я в Москве, но я нахожусь на всякого рода заседаниях, совещаниях, комиссиях, где я состою. И поэтому не так просто, наверное, любому студенту ко мне зайти. Но существует ведь интернет, существует моя почта, существует моя страничка в Facebook, существует мой Twitter, существует моя команда, так и называется, Турконов Стим, где молодые ребята, выпускники наши совсем недавние, а есть даже один еще студент магистратуры, который числится у меня в секретариате. И они отслеживают все, докладывают, рассказывают все, что там, где должен принять решение я или помочь. А там, где они могут сами сделать, они достаточно ответственны для того, чтобы это сделать сами. Но это, наверное, должен быть очень серьезный какой-то вопрос, когда студент доходит до ректора. Наверняка все решается. Ну, либо очень серьезный, либо очень радостный. И вот у меня на днях были ребята, которые принесли кубок вот такой величины, который они получили в очень сложном соревновании, где принимали участие полторы тысячи студентов из самых разных вузов. Это разборка кейсов, случаев кейсов, кейс-станис, то, что называется. И принимали участие в несколько десятков вузов, все московские вузы. И было два направления. Одно на русском, второе на английском. И на английском самое сложное, конечно. И они получили первое место впервые. Четыре. Ну, замечательные просто, чудесные ребята. Естественно, как только мне сказали, что они стали победителями и хотят ко мне зайти, я откликнулся незамедлительно. И с ними провел некоторое время, они мне рассказали, кстати, и о своих, они четырекурсники, о своих впечатлениях, высказали замечания и пожелания в части, касающиеся подготовки по этому направлению. А это очень важное сегодня направление. Для меня это было полезно. Я уже после этого провел совещание с заведующими кафедрами. А вы многих знаете поименно? Студентов? Да. Много, конечно. Ну, какой процент? Ну, шесть тысяч студентов, конечно, мне трудно сказать в процентном отношении. Ну, во всяком случае, ребят, которые в Судсоюзе активны, с которыми я встречаюсь, поскольку именно они являются выразителями общественного мнения студенческого, они проводят опросы, причем через интернет-опросы, по тем или иным вопросам, по курсам, нравится, не нравится, как работает столовая, какие претензии есть к общежитию. Я встречаюсь регулярно. Есть у нас и Совет землячества, очень активный. Да, они все выбирают провинциалок. Нет, Совет землячества, нет, это Совет землячества иностранных. Его возглавляет белорусский студент, но туда входит землячество, по-моему, 30 стран самых разных. И с ними я встречаюсь два раза в год тоже обязательно. И знаю их, конечно, знаю Плащинского руководителя. Очень хорошо. Он, кстати, свой блог ведет активно очень в интернете. Я его тоже читаю. Знаете, многое узнаешь о студенческой жизни еще из блогов. И, кстати говоря, это действительно новое окно возможностей для руководителя ВУЗа. Потому что они же, когда переписываются, они не знают, что ректор иногда смотрит эти блоги. Я не подсматриваю, но смотрю, особенно если... То есть, если они открыты, как вы можете подсматривать? Конечно, да. Если особенно дело идет о ВУЗе каких-то, в узских проблемах, то это просто помогает. Анатолий Васильевич, а ведь в свое время появился сайт МГИМО.ЛИКС по аналогии с МГИМО.ЛИКС. Да, но он и умер сразу. Он умер, да. Несмотря на активный призыв вот что-нибудь сообщить, но так и не нашлось ничего сообщить. Ну, сколько-то там писали же. Все же знают, собственно говоря, эту историю с МГИМО. Это вечные БЕНТЛИ у ВУЗа. И вечный вопрос, на какие деньги это, если это преподавательский БЕНТЛИ. И там вот такие были сообщения. А на какие деньги преподаватель такой-то кафедры был БЕНТЛИ? И учитель этой кафедры, и еще один названный преподаватель, они даже прав не имеют. Поэтому это, ну, была такая... Что-то провокация? Ну, то ли шутка, то ли провокация. С водителями, может быть, они с водителями ездят? Нет, нет, они не имеют ни прав, ни водителей. И тем более розовый БЕНТЛИ такого я вообще никогда не видел в Москве. Но сделано это было, как я понимаю, может, из шутки, а может, действительно, так сказать... Ну, не провокация, потому что смешно такое, глупо считать провокации. Может, из вредности какой-то. Но даже глупо было что-то писать в ответ на это, потому что все же прекрасно знают в ВУЗе, что ни этот преподаватель, ни другая преподавательница машину вообще не водят. Ну, хорошо, у какого-нибудь преподавателя в ВУЗе есть БЕНТЛИ? У студентов есть, у преподавателей я таких не знаю. Антоний Васильевич, мы знаем, что Вы очень активно поддержали тестирование студентов на наркотики. Что Вам эта идея очень понравилась. Скажите, пожалуйста, я так понимаю, что в Вашем ВУЗе тестирование проводится. Проводится. Какой процент студентов... Этого я Вам сказать не могу. Это конфиденциальная информация. Но надо сказать, что при приеме в отдельные наши магистратуры, это просто обязательно при приеме молодых людей на военную кафедру для прохождения, подготовки по линии военной кафедры, проводится в обязательном порядке. У нас великолепное оборудование, которое изобрели в ВУЗе имени Баумана, и которое мы там приобрели. И, конечно, это, я Вам скажу, ведь еще и важный фактор с точки зрения профилактики. Часто по глупости ребята попадают или пробуют это дело. А когда есть мотивация, они понимают, я хочу пройти подготовку, я хочу поступить в эту магистратуру, то 10 раз подумают, надо ли в каком-то клубе или в какой-то компании прибегнуть к такой гадости. — Тот процент студентов, да, мы не говорим какой-то процент, среди которых выявлены те, кто употреблял наркотики. Вы им как-то помогаете? Вот это очень интересно. — Ну, у нас есть, мы создали, если есть выявленные потребления наркотиков, мы отчисляем из вас. — Сразу, без оговора. Если человек на каникулах, а у него потом месяц гуляет, это в траве. Мы проверяем из... Нет, речь идет, конечно, о том, что мы же не проверяем повально или не подсматриваем за каждым. — А как? — Но если у нас есть выявленные случаи, мы знаем о этом. Ну, это и, так сказать, визуально кто-то... — То есть, если есть подозрения, то вы тестируете... — Нет, если подозрения есть, то мы тестируем. Если это серьезное потребление, то мы в институте просто не можем их держать. — Они не могут заниматься на кафедре, они не могут готовиться к работе серьезной в государственных структурах. И всех первокурсников мы об этом предупреждаем. Мы, к сожалению, не можем теперь проводить медосмотр в обязательном порядке, как это делали мы раньше для абитуриентов, поскольку это закон не разрешает. Но, тем не менее, у нас есть специальный... Мы помогаем ребятам. И первые создали специальный психологический кабинет, пригласив врачей-психологов из медицинских двух наших университетов. И они работают, особенно с ребятами молоденькими, нагородними, которые, конечно, приезжают в Москву, в этот тяжелый мегаполис, живут в общежитии, которые у нас совсем неплохо по сравнению со многими другими. — У вас отличное общежитие. — Да. Но, тем не менее, все равно тяжело. Троем в комнате или двоем даже, без родителей. И им нужна помощь. И психологи с ними работают. И это очень здорово. Кстати, за нами стали очень многие создавать такие кабинеты. И это идет, мне кажется, на пользу коллективу. — Это безусловно, конечно. — И вообще в студенческой среде. Потому что оно тоже ведь разное, вы же сами понимаете. Одно дело. 50% — это не москвичи. И они не москвичи тоже разные. Кто-то приехал вообще из глубинки, из какой-то совсем ныне. Кто-то приехал из большого города, из зажиточной семьи. То есть вот это вот социальное перемешивание, оно должно проходить очень гладко, спокойно и создавать единую атмосферу такой корпоративности студенческой в ВУЗе. И мы этому способствуем. Вот вы спрашивали о творчестве студенческого. Творчество студенческое — это, например, одна из форм такого рода создания корпоративности и близости студентов. Независимо от того, из какой географической точки они приехали, и из какой они семьи по уровню достатка или социальной принадлежности происходят. Вот, кстати, по поводу географии. Совсем скоро, в процессе какого-то времени, наш большой мегаполис станет еще больше. Я имею в виду расширение Москвы, развитие новой Москвы. Обещают, что рабочие места будут, собственно, во вновь освоенных территориях Москвы. Как вы думаете, ваши выпускники, выпускники МГИМО с удовольствием поедут в эти места? Есть интересный тренд такой последние годы, что очень многие ребята, приехавшие издалека, возвращаются туда. Потому что раньше практически все оставались в Москве, а сейчас возвращаются, и там очень успешно работают. Я вот читаю по рубрике назначений, и часто вижу, что совсем молодые выпускники либо в бизнесе там преуспевают, либо в администрации растут, в департаменте международных связей. У вас ведь чуть ли не стопроцентная трудоустройство. Даже есть другой тренд. Москвичи коренные уезжают не за границу работать, а уезжают работать на предприятия крупных компаний в Казань, в Самару, в Волгоград. Но я, конечно, не хочу утверждать, что они будут всю жизнь там жить. Вообще, это мобильность, это черта, присущие любой развитой стране, и люди должны, кстати говоря, и университетские профессора должны работать в разных городах и в разных университетах, как это происходит во многих странах мира. У нас это не принято, во всяком случае, в последние десятилетия было. Вы посылаете своих преподавателей? Мы посылаем, но это совсем другое дело. Я речь веду о том, что преподаватель, у нас просто нет традиции такой, и меняются сразу бытовые условия человека, если он переезжает. Взять, положим, американский университет. Я довольно часто там бывал, когда у меня было побольше времени. И был и визитинг-профессор в нескольких университетах. И там же встречаешь людей, которые, поработав пять лет в Северной Каролине, затем переезжают в Калифорнийский какой-то университет, или в Миннеаполис переезжают, или там, я не знаю, куда-то еще, в Техас. У нас это никогда принято не было, а я считаю, что это для обогащения жизни, обмен опытом было бы здорово. Мы посылаем преподавателей, да, у нас много есть таких выносных курсов. Ну, один вот из ярких примеров, положим, в Сухомском университете, они открыли там отделение международных отношений. Мы ведем целый годовой курс по международным отношениям. И вообще в университетах наших партнерских, и в Киевском институте международных отношений, и в Армянском славянском университете, и в Киргизском славянском университете, наши преподатели довольно часто выступают. У нас есть совместные программы. Мы вот сейчас с киевлянами открываем совместную магистратуру по Центральной и Восточной Европе, по проблемам Центральной и Восточной Европы. То есть ребята будут учиться семестр в Москве, семестр в Киеве, и получать затем два диплома, Киевского института международных отношений и МГИМО. Анатолий Васильевич, так быстро программа пролетела, у нас финальный вопрос, мы задаем его всем нашим гостям, сосредоточьтесь, скажите, на каких трех китах держится ваша жизнь? Ну, прежде всего, это на любви к жене и семье. Первый кит – это семья. Это самая в армии, два внука замечательных, это главная радость, и мы с женой живем очень много лет вместе, и с 1974 года. Второе кит – это, конечно, это все банально звучит, но это так, это дружба. Ну и третье, конечно, это моя работа, извините, что за банальность, но это... Вы счастливый человек. Потому что работа, работа – это то, что дает возможность просто существовать, но и главное, наполняет жизнь большим смыслом, наряду с дружбой и любовью, и семьей. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Жалко, что у меня не было такого ректора. Еще раз поздравляем вас с Международным днем студента, вас и всех студентов. Спасибо огромное. Спасибо. Поздравляю всех с праздником. Сегодня у нас в программе был ректор МГИМО, академик Российской академии наук Анатолий Таркунов. Это была программа «Треугольник». Увидимся на третьем канале.